Мастерство и фигуры почти высшего пилотажа в программе Москва рулит. Субтитры создавал DimaTorzok Как автомобили среднему классу. Новая Audi A3. Наглядный тому пример. Модель получила фирменный дизайн концерна и добрый десяток опций из старших моделей. С одной стороны, внешне и по техническому оснащению этот автомобиль производит впечатление. Но с другой стороны, не придется ли клиентам переплачивать за бренд? Первое поколение A3 появилось в 96-м году. Фактически, это был дебют марки на рынке компактных семейных хэтчбеков. Впрочем, у новинки все же был уже хорошо забытый к тому времени родственник. Это Audi 50, клон Volkswagen Polo. Обе модели были очень популярны в Европе в середине 70-х. Машина с четырьмя кольцами на решетке радиатора была для тех времен неплохо укомплектована и стоила умеренные деньги. Ее брат-близнец был проще и дешевле. Продавался он в итоге намного лучше. И в 78-м году Audi сняла 50-ю с производства. Но Apollo продолжил покорять мировые рынки. Агрессивный, стильный и молодежный автомобиль. Пожалуй, этих определений достаточно, чтобы вкратце описать дизайн новой A3. Хотя внешне от предыдущего поколения она очень отличается. В трехдверном исполнении кузов смотрится особенно хорошо. Строгие светодиодные ходовые огни, хромированная облицовка решетки радиатора придают машине перцем. Интерьер строгий и ничего лишнего. Упор маркетологов на эргономику и функциональность. В топовой комплектации можно заказать сиденье с перфорированной кожей напа и алькантарой. При этом кресла будут не только красивыми, но и весьма удобными. Как для динамичного спринта по городу, так и в долгой поездке куда-нибудь за его пределы. Зеркало заднего вида миниатюрное. И это очень сказывается на обзорности. Хорошо, что выручает боковые зеркала нормального рамьяра. На торпеде пластик качественный, мягкий, приятно трогать. Интересно, какое на дверях. Такое ощущение, что там пустота. Интересно, скажется ли это на шумоизоляции. Но мы в городе проверим. Отдельного внимания достоин джойстик управления с сенсорной верхушкой. Да и сама мультимедийная система в целом. Цветной 7-дюймовый дисплей спрятан в центральной консоли и выдает отличное изображение. Удовлетворить запросы меломанов тоже без проблем, если позволяет бюджет. В машину можно установить акустику Bang & Olsen. Крохотный бардачок и большую его часть занимает CD-ченджер. Так что инструкция по эксплуатации с трудом сюда войдет. Другие компьютеры отвечают за безопасность. Например, функция слежения за разметкой, адаптивный круиз-контроль, способный автоматически останавливать автомобиль в пробках или поддерживать скорость до 200 км в час, сканеры слепых зон, система предотвращения столкновений и распознавания дорожных знаков. В общем, полный фарш. Определенно сильная сторона А3 – это динамика. В нашей комплектации под капотом бензиновый 1,8 с турбонаддувом. Разгон до сотни за 7 секунд. Быстрая правда для городского семейного хатчбека? Чтобы не нарушать правила, едем на специальную площадку. Проверить машину в деле нам поможет автоэксперт, специалист по тюнингу автомобилей Дмитрий Санников. Привет! Привет! Ну что, на Мерседесе-то полицейский разворот не очень получается? Вообще никакой. А я тебе привезла на тест новую Аудио-3. Поехали попробовать. Инженеры серьезно поработали над конструкцией кузова. Многие детали теперь выполнены из алюминия и высокопрочной стали. Как результат, новинка сбросила 80 кг веса. Для машины такого класса цифра немаленькая. Сейчас мы поставили с тобой фишки. На скорости мы попытаемся увернуться от препятствий. Давай попробуем. Давай. Как раз фишки начали на машине. На скорости. Так. Это кочки, это кочки, это кочки. Поехали, давай! Ух! Двигатель-то как рычит. Дело не то, что рычит, а даже пальду едет. Выбор двигателей в ассортименте. Бензиновых моторов три. Мощностью от 122 до 180 лошадиных сил. Также в наличии дизельный двухлитровый агрегат. Он выдает 150 сил и 320 ньютон-метров крутящего момента. Работают установки в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с семиступенчатым роботом S-Tronic. Слушай, ну хорошо, машинка довольно-таки себя повела. Сейчас только что на тесте, да? То есть, перед возникшим препятствием. Можно попробовать что-нибудь на подмеке сделать? Давай. Давай. Сейчас мы фишки поставили через 15 шагов. Давай посмотрим, как она сейчас будет себя вести. Вот уже легче. Гораздо. Резюме. Фишкой через 10 шагов стояли. Машина не очень хорошо себя вела, да? Управлялась. А если уже пошире, на 15 шагов. Отлично. Отлично. На льду при таком лёд и не шипованная резина. То есть машина себя очень хорошо показала. Мне очень нравится. Предлагаю тебе разогнаться и попробовать включить ручной. Как она себя поведёт? Ручник. Она тормозит, она не уходит за нас. То есть это минус электронного ручника? Скорее всего, да. Как тебе скажи? Мило. Мило? Честно говоря, я очень довольно-таки, почему-то не знаю. Третье поколение Audi A3 построено на универсальной платформе MQB. Она является основой для седьмого Гольфа, третьей Октавии и последнего Сеата Леона. С помощью мультиплатформы немецкий концерн серьёзно сократил затраты на производство. Для разных двигателей и трансмиссий были разработаны одинаковые ниши. В итоге разные модели можно собирать на одном и том же заводе, ну а само время изготовления автомобиля сократилось почти на треть. Хорошо слышно, как проезжают соседние машины. Думаю, если Audi позиционирует себя как премиум-сегмент, наверное, этой проблемы не должно быть. Официальный диаметр разворота у триумфлярной версии A3 10,7 метра. А это не лучший показатель в классе, учитывая, что длина её всего 4 с небольшим метром. Что касается комфорта, то с этим здесь почти всё в порядке. Но подвеска немного жёсткая. Оно и понятно, крайне сложно сделать одновременно спортивный, но мягкий автомобиль. В любом случае машина справляется с плохим асфальтом уж точно не хуже, чем её одноклассники. Также стоит отметить перекочевавшую со старших моделей продвинутую систему электронного шасси Drive Select, которая позволяет выбрать оптимальные настройки для движения. Несмотря на компактные размеры трёхдверного хэтчбэка, сзади пассажирам тесно не будет. А если у семьи есть маленький ребёнок, то здесь может поместиться спокойно детское кресло, и ребёнок не будет упираться коленями впереди стоящее кресло. Отсюда вывод. Машина и для эгоиста, и для полноценной семьи. А тем, кому нужно больше свободного места, подойдёт пятидверный A3 Sportback. Там с жизненным пространством будет всё в порядке. Что мы имеем в сухом остатке? Молодёжный горячий хэтч с игре Смиро. Продолжение следует...